Не снимай, не выкладывай 12 марта, девчонки и мальчишки Куб наш стоит, черти где Не на привычном месте Интересно, как мы сегодня будем выезжать? Вроде пока еще не сильно под камнем У-у, Кубинский Чифи, Бару Кстати, тоже неплохое место, в принципе Почему нет? Иногда просто эта вся сторона забита А вот здесь парковаться что-то как-то Тут что-то копали Страшно туда заезжать Смотри, земля провалилась, видишь? Вот, прям яма Просто нарыли, я так думаю Это теперь так и будет до скончания веков Вырыть, вырыли А обратно Это чувак, который здесь держал стоянку Положил тут асфальт Между прочим, его тут никогда не было Вот, за что ему, конечно, огромное спасибо У него кончилась аренда на этот кусок земли Его просто выгнали под зад ногой А теперь мы такие тут бесхозные Остались Гоняем туда-сюда по этой По площади Итак, рабочий день сегодня Из четырех обещанных осталось три урока Ну ничего, ничего, переживем Едем работу работать Сейчас протру задние стеклышки немножко Если дворник, конечно, у меня не заглючит Когда его выключаешь, он иногда продолжает работать сам по себе Там какая-то КЗ где-то присутствует, видимо В блоке управления задним дворником О, смотри Сам остановился Прикольно Обычно я выключаю, он еще работает Я хочу вот эту полосочку дотереть Если ты видишь, конечно Сверху полосочка осталась Выключаю Подворник Тоже выключился Отлично Погнали Почти гриви, пласты А тут вот такое И вот такое Пять нот Интересно Прогрел пласт Горяченький Вот Пласту сто лет в обед Его каждый раз натыкивают Вот таким образом А я его выправляю Ну, последний Последний пласт на сегодня Димасик Оттачивает технику Так Молодец какой А, смотри А я погнал Короче ГТАшечку Пошли Пошли Привет Первый раз такое вижу Резиночки Прикинь И еще и фитрушечки Обычно Любые фитрушки Любые резинки Молодец Тебе Уже Стойка Просто Вообще Миллион Всяких Регулирован Больше всего мне нравится Вот это вот Вот так вот Чик Офигеть Зачем это интересно Или вот Чик Все Полазит Прикол Тут Настройка Тоже Можно Поднять Опустить Это Видимо Это Угол Платформы Регулируется Вот этой Штукой Можно Ниже Выше Вот Здесь Да Получается Можно Занести Порчик Топовый Матекс Я так и не понял Как это Б2 Прям Четко Работает Не снимай Не выкладывай Пробираюсь На репетиции Тут Капец Разъездили Все Сейчас Правда Подстыла Немножко Видал Какие колеищи Тут Нарыли Просто Трэш Опа Посмотрим Что там Пацанишки Вчера Нагуляли Вообще Мне сейчас Гораздо Больше Нравится Вообще Вот на этой Базе Как Пацанята Относятся Типа К базе То есть Не просто Засирают Все Как бы Убирают За собой Вот Аккуратненько Там Все таки Чистота Как бы Она и Подразумевает К тому Что Оставляет за собой Тоже Чистоту В общем Поглядим Сейчас Что там Как Дверь Закрыта Никто Моразмом Не страдает И потеряет память Как я Один раз Просто Забыл Дверь Закрыть Один раз Ковер Оторвался Как видишь Я вчера Его Прилеплял Клеем Так Ну конечно Бардак Присутствует Но когда Уже Подпитый Немножко Не особо Кто следит Но все равно Более Менее Как бы Приемлемо Бутылки Просто Чистот Мусорку Пособираем Вот так Да и все А так Вполне себе Нормально Пойдем Посмотрим Что там С барабашками Вчера тут Нормально Так народу Было Вот Бокальчики Тут вот такие Эту штуку Надо выкинуть Тут тоже Что-то Винограде Кто-то Не доел Дожрем Сегодня Тут чего Проводежки Проводежки Тут все Ок Чинно Мирно Не вижу Криминала Никакого Ну Сидушка Криво Чуть Нормально Палки Выдержали Все Что вчера Было Тут Немножко Вот так Вот Открутился Да Уж делали Под себя Крыш Даже Не загнут Как обычно В общем Все Более-менее Вот это Мне в принципе Нравится Такое Ой Трубу А я лестницу Бате отдал Теперь не знаю Как ее туда повесить Не долезу я До нее Немножко Прибрался Поубирался По пакетам Пакеты все Пособрал Еще Попылесосить бы И вообще Все ок Как-то у меня Была такая история Бабуля у меня Пылесосила И ходит С этим шлангом Пылесосит Пылесос орет А я ей говорю Бабуля А шланг-то Слетел с пылесоса Так и у меня Сейчас Хожу Пылесосю Думаю Что-то не сосет Нифига Еще бы Вот это называется Пенсия Самая настоящая Я тут Полкомнаты Уже так Пылесошу Думаю Что не сосет Ни хрена Ну даю Кто молодец Я молодец Готова Ждем пацанчиков 15 минут Осталось Даже не хочу Барабанить Что-то руки болят Сегодня Набарабанился Надо опять По-моему В ванночке делать Забыл Как называется Это соль Мне этот Ревматолог Выписывал В рецепт Надо у мамки Спросить У мамки Феноменальная память Она помнит Все Я не помню Еще было 10 лет назад А она помнит Все От моего рождения И вот до сегодняшнего момента Как это возможно Не понимаю Навел красоту Короче Включил моргалки Выключил свет Уют Не снимай Не выкладывай Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 3000 таблетка но для моей собаки для мы для собаки для веса как у моей собаки таких таблеток нет в общем сказали в четверг привезут и будет дешевле очень попробуем конечно капец цены блин просто вот такая таблеточка 3000 как тебе такое думаю да я заеду в сонату раз по пути хотел ключ купить ключик что мой ключик уже весь по изломался а закрыта приехал на работку общем вот корм где-то месяца на два наверное хватает корма и чё пойдем работу работать опа чик допрыгнишь давай 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 ты какая проверяет может еще с каждой кушай кушай 15 марта мальчишки девчонки завтра уже на диагностику а там уже прямо интересно чё чё они скажут совсем все плохо что-то там сколько будет стоить вообще реально ли сделать мне глаза или чё короче как всегда куча вопросов но я стараюсь не зарываться в эти вопросы и не задавайте там таких вопросов а как это будет я наоборот настроен как бы позитивно хочу изменить уже свое зрение к лучшему да собака чё-то начала хромать короче она так прихрамывает потом начинает опять нормально ходить прихрамывает опять нормально как будто знаешь так ногу отлежала вот тоже надо ее в больницу тащить короче сейчас немножко с головами разберусь и забью короче дату на осмотр собаки посмотрим чего с ней там такое обычно у больших собак с суставами проблемы а эта собака чё она 6 килограмм кое-как весит какие там суставы я не знаю просто интересно посмотреть видал какая жопа грязный морда такая же только вчера немножко фары помыл возле базы хаммер стоит видал черненький скорая грязище кончится будем переобуваться прием чё катаешься дай катайся с нами у меня надо назад усеyor напусад а муж по чё с чё яс вот я вот за бот вы мы S мы все еще 16 марта я напялил свои очки который я не знаю зачем купил короче мне не нравится их форма но они очень крутые по стекла в них крутые вот прямо сейчас на дело глаза отдыхают надо было чуть пошире купить узковатый в общем сделал я диагностику глаз полную да и мне было предложено несколько вариантов операции то есть на глаза сейчас еще расскажу поподробнее короче когда мне спросили чуть сюда пришел я сказал что хочу сделать коррекцию мне сказали что ты уже старый и коррекция тебе уже не то чтобы не поможет значит как я не понял на самом деле почему мне коррекция не поможет в общем сделают мне диагностику и потом опять меня спрашивают типа что вы выбираете коррекция замена хрусталика и при замене хрусталика есть выбор то есть выбрать хрусталик который будет видеть далеко и близко то есть я пока ничего выбирать не стал но спросил почему теперь коррекцию можно делать мне вначале сказали что коррекция типа то ли нельзя то ли не поможет я я кстати не понял это было так сказано сначала сказано было что коррекция не поможет потом было предложено сделать коррекцию я честно говоря не понял оказалось короче все интересней почему не поможет коррекция коррекция поможет но если я поменяю хрусталик и у меня в принципе не может быть катаракты теперь причем тут катаракта вообще если мне сделают лазерную коррекцию а так как мне лет уже до хренища у меня может развиться катаракта и мне придется опять делать операцию а так якобы если они поменяют хрусталик то катаракты исключаются вот я сначала подумал думал окей поменяю хрусталик типа и катаракты меня не типа не не ждет а с другой стороны а почему у меня должна быть катаракта я вот тоже не очень-то особенно понял почему почему катаракта у меня должна быть у меня в родне ни у кого никогда не было катаракты я не знаю может быть это влияет или нет она говорит что у какого-то процента пожилых людей развивается катаракта то есть если хрусталик меняется то катаракты исключается сразу вот я подумал что не буду я менять себе никаких хрусталик и потому что во первых хрусталик как бы хрусталик родной он изменяется он подстраивается он фокусируется а тот хрусталик который меняют они он уже сфокусирован то есть он видит либо далеко либо близко куда его настроить короче какой ты выберешь смысле честно говоря я еще не отошел от тропина я очень херово вижу меня это все расплывается и еще снег белый просто мне в глаза лупит а ехать надо и батя а чё батя мне еще вечером на репу батя уехал в гараж короче едем на работу мне пару дней подумать чё и как чем не делать а потом нужно дать знать что я готов типа на что-либо и начинает собирать анализы и готовится к операции собственно вот такие дела такая такая дичь короче зрачки очень расширенные короче видать ой я не могу на свет смотреть ну-ка я эти очки попробую о этих лучше в этих знаешь почему лучше потому что большая часть закрыта глаз короче поехали в этих сегодня вечером еще репа куча уроков и репетиция еще и посмотрел кучу всяких видосов по каким технологиям сейчас чинят глаза делать операции так вот есть три технологии и у нас в городе чинят глаза по самой первой технологии вот такие дела то есть представляешь да в москве уже делают по-другому давно круче в сто раз у нас я посмотрел видео я посмотрел только первую и последнюю технологию как чинят глаза так вот в первой со зрачка срезаем самоскуд и корректируют как бы вот эту поверхность которая под лоскут он находится делают как бы как бы 멎ет делает как будто делают линзу корректируют то есть вот на защите делают такую насечку как как линзу значит и это первая технология когда срезают лоскут со зрачка открывают и делают венду закрывают и она срастается через там неделю и самая последняя технология это когда делает отверстие делают отверстие небольшое через это отверстие лазер делает коррекцию то есть лоскут уже не отдирают потому что ну лоскут это такое его можно сместить в общем он неправильно срастет в общем дофига делом честно говоря я боюсь любую операцию с глазами делать боюсь не знаю сейчас думаю надо ли она мне нет не знаю чего они мне закапали обычно я после проверки зрения да когда закапывают атропин просто не можешь смотреть на свет а сейчас у меня просто все плывет в глазах я все вижу расплывчатой как я еду и вообще не понимаю я щас урок индиф мне надо ноты писать нет смогу ли я писать ноты или нет вообще вот вопрос приехали в общем я что-то был так настроен прям а сейчас и на этой консультации и чё толком не понял чё можно чё нельзя и как бы то сначала нельзя потом можно может быть они хотят денег содрать то есть просто коррекция она стоит дешевле чем замена хрусталика и честно говоря менять хрустали только потому что вдруг у меня будет там катаракта как бы мне не хочется не знаю что делать короче буду думать ну что по педали на репетицию вот глаза мои пришли в норму почти немножко по пощипывает класс левый почему-то а так все ок в общем увидимся на репке спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока что Никаких продолжений не намечается Кроме того, как сыграть на свадьбе У Никитосика Вот, и то непонятно Что там, как будет Составчик будет такой Я, Славка и Пашка Вот, все Пока что В общем У меня телефон садится Давай пока До следующего бложика Увидимся Пока-пока